Вы сказали, что Цезарь участвовал непосредственно в гуще событий боя. Делал ли это он по образу Марка Антония? Или как-то иначе? Марк Антоний делал по образу Цезаря. Цезарь сериал не смотрел. Да-да-да. Марк Антоний был младше Цезаря, заметно. Поэтому всё, что делал Марк Антоний, наоборот, была зависимость строго, потому что он смотрелся на старшего коллегу. Да, и пытался обезьянничать неудачно, в силу отсутствия таких дарований, как у Цезаря. Опять же, эта эпоха очень похожа на нашу, на первый взгляд, но далеко не наша эпоха. Поэтому командир, который выступает с войсками на поле боя, должен быть готов к тому, что окажется в гуще какой-нибудь жопы, ему придётся махать саблей. Вот Цезарь это и делал периодически. Хотя, строго говоря, конечно, это не функция легата вообще махать саблей. Ему этого делать не надо категорически, потому что там могут элементарно грохнуть. А значит, управлять войсками в момент времени будет некому, и дальше, как всё развернётся, непонятно. Если начальник оказывался в такой ситуации, значит, или его солдаты продолбали, и всё уже как-то совсем не очень хорошо, или он специально личным примером возглавлял какое-то действие, например, атаку, или паническое бегство, чтобы всем дружно, так сказать. Ну, опять же, легат – это освящённое богами лицо, если он вдруг оказывает, а ему было сразу хорошо видно, в силу того, что были очень богатые доспехи, там всё в серебре, в золоте, в перьях огромных. Вот, если он оказывался впереди всех, то солдатам было очень обидно, что такой джентльмен уже наступает, а мы ещё нет. Такая красота. Да. Ну, кроме того, если ты отличишься на глазах непосредственно у легата, это мог быть серьёзнейший рывок в карьере. Потому что легат тебя сам видел, он тебя представит к правительственным наградам, даст денег, назначит на хорошую должность, потом у легата закончатся легатские полномочия, он пойдёт дальше руководить сенатом, магистратурами и прочее, вспомнит толковых пацанов из легиона, подтянет их с собой, поэтому это было очень важно перед лицом легата вот так вот выслужиться. Обратите внимание, мы имеем два исторических персонажа – Титопулу и Люция Варена, которых мы помним через две тысячи лет, как они выступили и даже попали в сериал. Да, вон как, потому что их цезарь видел, как они ловко там отчебучивали оба два. Заметьте, про прострелудинов мы почти больше ничего не знаем, мы не знаем их имён из исторических источников, вот этих вот самых, о которых мы говорим, записки о Гальской войне и прочее. О них почти ничего не пишут, а вот про этих пацанов написали, потому что их человек, какой человек их заприметил. Да, хотя я вас уверяю, что там масса была достойных подражания примеров. Всяких разных, так точно. И опять же нужно понимать, что вот эти вот войны при помощи холодного оружия массового, они, конечно, безумно страшные. Война вообще такая всегда. Но уровень смертности в бою тогда был на порядке, даже на порядке меньше, чем теперь. То есть, это где-нибудь там по Сталинградам рота за два месяца 15 раз обновилась, это было в порядке вещей. А тут-то у тебя шансов от поноса умереть было в 10 раз больше, чем от меча, стрелы или копья. В 10 раз. В случае какого-то тотального стратегического залёта, типа Тевтобурского леса, когда два легиона вырезали просто полностью, за очень редким исключением. Это вообще то, что случалось безумно редко, и такого, как правило, не бывало. Даже из абсолютно тупорылого похода Марка Краса, который закончился битвой при Карах с парфянами, когда там тоже всё было разгромлено, разбито, люди под управлением Гая Касси и Лангин и Квестера смогли выйти, сохранив порядок. То есть, там масса людей выжила физически, сохранила жизнь, дорогу и свободу. Поэтому проявить геройство, это было опасно, требовало мужества и мастерства, но это не было так опасно, как теперь. Это если ты сейчас со знаменем под пулемёт выскочишь, то так тебя и грохнут. С вероятностью там 99,9%. Выжить очень сложно теперь, когда ты вот так впереди всех куда-то ломанёшься. Тогда ничего похожего. То есть, геройство не каралось таким риском, как сейчас. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.